Послушайте сказку. Уверена, такой истории вы еще не слышали. Дослушайте до конца. Вам понравится. Триумфальная арка. По мотивам картин французского художника Юбера Робера. В далекие и предалекие времена жил да был могущественный и очень гордый царь. Представляете, он был таким гордым, что даже ни с кем не здоровался. Как и все гордые цари, время от времени он ссорился с другими царями, объявлял им войну и нападал на города. Как-то войска его величества захватили одну древнюю столицу. Шум битвы стих, и государь вошел в покоренный город. По своему обычаю он начал осмотр дворцов, храмов и памятников. Царская колесница подъехала ко дворцу бывшего правителя города. Сам хозяин дворца печально и уныло водил государю по залу и показывал свою коллекцию шедевров. Затем они вышли на площадь. И тут его величество заметил арку, красивую, с колоннами и лепными узорами. Бывший правитель сказал, что через нее во время праздников проходили герои, и что арка эта непростая. Но гордый царь не дослушал. Он тут же решил пройти по пути великих героев, потому что, несомненно, считал себя одним из них. Едва он вступил в тень сводов, как почувствовал, что поторопился. Свита куда-то пропала. Вокруг шли и даже ехали на повозках какие-то неизвестные ему люди. И его величество было возмутился, но вернуться не позволило гордость. И он зашагал дальше. Ох, и длинная же была арка! А когда она кончилась, перед взором царя предстал совсем другой город. Радостный, солнечный, просторный, с многочисленными площадями и широкими лестницами. Но вот беда! Жители этого города не узнавали в гордом страннике царя. Они смотрели на него насмешливо, и распевали какие-то дурацкие песни. Царь топнул в гневе ногой и зашагал прочь, подальше от этих шутов и невежд. А песни пели повсюду. Народ веселился, в то время как его величество было совершенно не до смеха. Где-то должен быть выход из этого ужасного места. Наконец, он оказался на окраине города, среди руин древнего дворца. Здесь все было странно знакомым, близким. У одной из статуй его величество вдруг остановился. В каменном воине он узнал самого себя. Однако наглые жители не проявляли к статуе никакого уважения. Тут же прямо в фонтане женщины стирали белье. «О, несчастные варвары! Знаете ли вы, кто это?» Вослигнул царь, указывая на статую. «Какой это герой?» – отзвались женщины. «Но здесь должна быть надпись!» – взмутился царь. «Кто-то ее стер!» «Это я! Это моя статуя!» Женщины переглянулись и прыснули смехом. «А те пирамиды тоже твои?» – спросила одна из них, указывая на виднеющиеся вдали гигантские сооружения. Его величество ничего не ответил. Пирамиды были так восхитительны, что он тотчас зашагал к ним. И чем ближе царь подходил, тем более ощущал себя крохотной песчинкой, которую несет неумолимая река времени. Задумчивый, потрясенный и увиденным, царь шел дальше. Веселые жители фантастической страны по-прежнему пели и танцевали, кружили, словно мотыльки. Царь больше не сердился на них. Кто-то позвал его танцевать. Его величество даже улыбнулся в ответ и вежливо отказался. Погруженный в свои мысли, царь вышел к прекрасному водопаду. Неподалеку мирно пас в свое стадо пастушок. Царь подошел к нему и поздоровался. Пастушок обрадовался, словно они были старые друзья. А ведь у царя из-за его гордости давно не было друзей. И он рассказал пастушку о своей беде, о том, что никак не может найти выход из этой страны. Тогда пастушок указал ему на замок, что виднелся за рекой на скале. Выход из Триумфальной арки там. Царь поблагодарил и даже предложил ему в подарок дорогой перстень, но юноша отказался. К вечеру государь уже добрался до замка. Там действительно была арка. Время от времени через нее проходили люди. Въезжали гордые и надменные, а уезжали приветливые и добрые. Государь вошел под ее своды и вскоре оказался в покоренном им городе. Выйдя из арки, он первым делом поблагодарил бывшего правителя за чудесное путешествие и предложил ему снова возглавить горы. Военачальники были крайне удивлены таким поступком, но бывший правитель совсем не удивился и к всеобщему удовольствию принял предложение. С тех пор его величество очень изменилось. Он стал вежливым и совсем здоровым. Прозвучала сказка «Триумфальная арка» из сборника Александра Калинкина «Сказки на время». Текст читала Ирина Калинкина. Сборник «Сказки на время» можно приобрести в любом русскоязычном интернет-магазине. Если вам понравилось видео, расскажите об этом в комментариях. Или просто поставьте лайк. Хотите послушать другие сказки? Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Каждую неделю, четверг, вас ждет встреча с новой сказкой. Оставайтесь с нами. До новых встреч!